Музыка Привет всем! Надумала я сделать домашние шоколадные конфеты. Я видела, как делает эти конфеты. Лена Ли, канал у нее называется. Кому интересно, я ссылочку оставлю. Она всегда делает конфеты очень вкусные. Постоянно смотрела у нее. Решилась, но у нее другой шоколад. А я купила тоже хороший. Попробую, что из этого получится. Буду делать с черносливом, с курагой и орешки. Я взяла вот такой бабаевский шоколад. Люблю горький шоколад. 75% элитный написано. И курага, чернослив, грецкие орехи. Можно взять вместо орехов миндаль. А можно просто без орешков так. Курага должна быть сухая. А я, если вы промываете, она у меня в пачечке. Она тут хорошая, чистая. Заправляю орешком. Орешки разрезаю на две половинки, потому что они очень большие. Вот так, и раз, и все. Чернослив тоже самое делаю. Для начала я буду использовать 100 граммов шоколада. То есть, одну плитку. Я, конечно же, прежде чем правильно его разогреть, прочитала все. Чтобы шоколад на конфетках был хрустящим и не прилипал, когда конфеты берешь, не оставлял следов на пальчиках, не таял быстро, его нужно темперировать, то есть правильно разогреть. А если просто его так разогреть, то он будет хороший, но будет быстро таять. Вот видите, вот этот шоколад, он как темперированный, изготовлен в правильном технологии. Я держу, уже вот сколько разговариваю, он совершенно не оставляет следов. Чтобы добиться такого же качества шоколада, будем делать. Значит так, я разломаю эту плитку, даже немножко порублю ножом, чтобы он быстрее растаял. В принципе, можно и вот этими кусочками. Но я сделаю так. Шоколад нарубила, разделила на три равные кучки. Буду использовать для начала две кучки. Ну, примерно, все на глаз. Вот эту часть пока оставляем. Плавить будем эту. Взяла кастрюлю, меньше половины воды набрала. Теперь довожу воду до закипания. Вода забурлила. Я выключаю, сюда перемещусь. И теперь чашечку с шоколадом ставлю сюда, но чтобы дно вот этой чашки не касалось воды горячей. И теперь, постоянно помешивая, буду плавить шоколад. Не рекомендуется плавить шоколад при кипящей воде, чтобы не перегреть его и не испортить структуру, что ли. Правильно нужно оттемперировать. Вот что. Насмотрелось, начиталось. Теперь будем делать правильно. Видите, он довольно быстро растапливается. Шоколад растопился. Теперь уберу сюда. И добавляю третью часть. И все перемешиваю до полного расплавления шоколада. Все готово. Смотрите, какой он блестящий получился. Весь однородный. Сразу делаем конфетки. Я уже одну сделала. Можно сразу несколько штучек окунаю. Перемешиваю в шоколаде. Немножко вот так, чтобы он... И кладу. У меня это силиконовый коврик. Если у вас силиконового коврика нет, можно просто пергаментную бумагу. Вот и все. И так обваливаем все конфетки. Все, конфетки мои готовы. Я их поместила на балкон. Сейчас там прохладненько. Где-то полтора часа они у меня лежали. Минут 15 занесла, как в комнату стоят. Мне нужно было проверить, чтобы они как тают, не тают. Супер получается. Получается. Я еще даже их не отделяла. Смотрите. Очень легко. Со 100 граммов шоколада получилось у меня 20 конфет. Вот эти блестящие прям такие. Я, конечно, одну конфету уже попробовала. Для меня просто блаженство. Вот смотрите. Держу немножко. Не липнет. Чтобы показать, что если шоколад приготовлен немножко неправильно, он может липнуть сразу к пальчикам. Таять. Вот этот вот не тает. Чего мне и хотелось. Теперь разрежу. Это с курагой. Видите, шоколад ломается, хрустит. Мне и хотелось, чтобы оно было хрустящее. Смотрите, какая красота. Ой. Так. А вот это вот с черносливом. Тоже разрезаем. И слой шоколада достаточно толстый. Я в один слой заливала. Не стала потом еще. Если бывает, ну, тонковато. Просто супер. Вот такие чудные конфетки можно сделать. Если вы не любите сильно горький шоколад, то вот для меня вот этот 70%, я такой люблю. Он как бы горьковатый. Попробуйте из молочного шоколада. Думаю, что тоже получится. Я еще сделала вторую партию конфет, но из другого шоколада. Решила попробовать вот такой шоколад. Россия щедрая душа. Темный шоколад. Он более такой сладкий, не горький. 90 граммов было в этой пачке. Этот шоколад я точно так же оттемперировала. И конфеты заморозила на балконе полтора часа. Если у вас нет балкона, можно в холодильнике. Просто не в морозилке, а в холодильнике. Тоже получились прекрасные конфеты. Шоколад к рукам не липнет. Видите, какой чудесный. Первая партия конфет у меня вот здесь лежит. Вазочки я положила и поставила в холодильник. Но если у вас в комнате не слишком высокая температура, не так жарко, они хорошо будут храниться прямо на столе и не плавятся. Смотрите, все вот отдельненькие такие, что мне нравятся, не липнут. Значит, технология соблюдена правильно. Так что, если захотите приготовить конфеты, можно с любого шоколада, с качественного сделать. Давайте я вам разрежу вот эту. Тоже все хрустит. Выглядит прекрасно. Вот, смотрите. Красота. И вкуснота. Так что, наслаждайтесь такими вкусными домашними конфетками. Начинку можно совершенно любую сделать. Орешки любые. Либо что-то смолоть, перемешать. Так что, это все зависит от вашей фантазии. На праздники угощайте своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»